Уважаемые пешеходы, на данном участке движение по диагонали строго запрещено. Разрешено движение только по пешеходным переходам на зеленый сигнал светофора. Амир Надершин правила дорожного движения знает, но иногда нарушает, когда опаздывает на экзамен. В остальных случаях переходит дорогу только на пешеходном переходе, но часто видит нарушителей и пытается их остановить. Школа стоит, и у нас там есть... Так, ну у нас можно через дорогу перейти на светофор, а там буквально оставалось секунд пять, наверное, там никого не было, и мальчик решил побежать. И резко поворачивала машина, вот. Она резко остановилась прямо вот перед ногами у него, задела немножко, но не сбила. Воитель ему, стой, ты куда бежишь жить? Перекресток улицы Мичурина и проспекта Масленникова один из самых оживленных и сложных в Самаре. Пешеходы здесь часто игнорируют все правила безопасности. Переходят дорогу по диагонали или на красный сигнал светофора. Навести порядок на перекрестке полиции помогают волонтеры. Они переходят улицу с плакатами «Водитель», «Тормози», «Красный», «Переходи на зеленый», «Водитель», «Заметь меня». И раздавали световозвращающие ленточки. Эта акция нужна для того, чтобы люди знали, где нужно переходить пешеходный, где нужно переходить дорогу, и чтобы было на дорогах меньше аварий, меньше, чтобы людей погибало. В этом году в регионе под колесами автомобилей оказалось 1200 человек. На пешеходных переходах погибло 20. Это статистика областного управления ГИБДД. Чтобы исправить ситуацию, дорожная полиция вышла на Самарские улицы в надежде привить горожанам привычку пользоваться вечером и ночью фонариками или световозвращающими элементами. Такая практика уже существует, что позволило снизить число аварий на пешеходных переходах на 2%. «Пешеходный переход, который находится на Дома МО, на Красноглинском шоссе. У нас там регистрировалось достаточно большое количество ДТП, именно связанное с наездным пешеходом. Многие граждане сейчас, которые там проживают, и я это часто вижу, практически ежедневно, уже перемещаются с включенными, вот я еще раз повторюсь, фонариками, сами себя уже оберегают». Мода на световозвращающие элементы пришла и к байкерам и велосипедистам. Они надевают специальные жилеты. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.